Азбука обмана Я не раз рассказывал вам о различных приемах, которые используют мошенники для того, чтобы сами вы отдали свои деньги. Рассказывать можно бесконечно. В России появляются новые события и мошенники начинают пользоваться информационной повесткой. Именно поэтому я решил собрать для вас эдакую азбуку мошенничества. Надеюсь, благодаря ей вы сразу увидите, как манипулируют вами и постараетесь дать отпор. Итак, первое. Вам дают ложную информацию о чем-то и пытаются напугать. Вас выводят в состояние стресса и единственное, что вам нужно, чтобы вам дали какое-то решение, чтобы стресс прекратился. Ну, вы в курсе. Вам звонят и говорят, что кто-то сейчас переводит деньги с вашего счета или оформляет на вас кредит. Важный момент. Вам дают очень мало времени на принятие решения. Нужно срочно что-то делать. Второе. Любой обманщик часто ссылается на уважаемые учреждения или людей. Службы безопасности банка, Центральный банк ФСБ и так до бесконечности. Так вы понимаете, что дело серьезное и все, что вам говорят, конечно же, правда. Разумеется, мошенники предлагают вам единственное правильное решение. Если вы пытаетесь сопротивляться, вас достаточно резко ставят на место. Не забывайте, что мошенники играют либо на страхе человека что-то потерять, либо на желании получить выгоду. И часто обставляют обман таким образом, чтобы жертве стыдно было кому-то жаловаться, ведь он сам виноват. Что же делать? Наверное, вы часто замечали, что подобные технологии используют повсюду. Не только телефонные мошенники, но и надоедливые продавцы, страховщики и государственные органы. И поэтому, предвидя подобные ситуации, заранее приготовьте на такие просьбы угрозы. Четкий и ясный ответ – нет, я не буду в этом участвовать. Поверьте, это срабатывает. Ведь жуликам проще переключиться на тех, кто не хочет или не может дать отпор. Это были «Правила денег» и с вами был Эдуард Матвеев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!